Это совместный проект радиостанции Монте-Карло, на этой сходе статьи 95,5 FM и телестанции Тверской проспект Регион. Сегодня с вами работаю я, Ирина Чекунова. Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону прямого эфира 300-190 и задавать свои вопросы. А теперь с удовольствием представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях Груздев Евгений Александрович, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Тверской области, полковник внутренней службы. Евгений Александрович, здравствуйте. Да, всем добрый день, здравствуйте. Наш постоянный, могу же сказать, участник нашего круглого стола Сергей Евгеньевич Шлыков, руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС, главного управления МЧС России по Тверской области. Сергей, здравствуйте. Добрый день. И третий участник нашего круглого стола, это Виктор Иванович Бондарчук, главный специалист взрывотехник отряда специальных взрывных работ аварийно-спасательной службы Тверской области. Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Я благодарю вас за участие в нашей программе, сотрудники МЧС, всегда рады прийти за этот круглый стол и поделиться своими опасениями, предупредить жителей Тверского региона такая ваша служба. Давайте начнем с того, о том разговор, как все-таки прошло теплое время в суток, потому что мы уже по традиции с вами встречаемся в так называемом предзимье, перед началом холодов. Здесь мы встречались в начале лета и тогда говорили, какие риски, что ждать, чего ждать, чего опасаться и предупреждали людей, будет ли теплое лето, будет ли холодное. Мы тогда еще не знали, а встречались в теплое время года, в июне, когда была жара, потом, к сожалению, пошли дожди. Ну, начнем, наверное, да, Евгений Александрович, с вас. Итак, как все-таки в целом прошло лето в Тверской области с точки зрения безопасности, с точки зрения вашей профессии? На самом деле, все-таки лето было достаточно, первая половина была достаточно теплой, вторая половина уже была более дождливой и холодной. Вот, лето, в принципе, у нас прошло достаточно, так скажем, безопасно. У нас функционировало 24 детских оздоровительных лагеря. Это ведь тоже ваша компетенция, да? Да, это наша сфера деятельности, профилактика в лагерях, это одно из приоритетных направлений, это наша основная задача была летом. В каждом детском оздоровительном лагере у нас был проведен огромный комплекс мероприятий профилактических, это и выставки пожарной техники, и дни открытых дверей, и в комплексе мы проводили работу и с государственной инспекцией по маломерным судам, вопросы безопасности на водных объектах рассматривались, рассматривались вопросы безопасности жизнедеятельности детей, огромный комплекс мероприятий позволил нам не допустить чрезвычайных ситуаций в детскую оздоровительную кампанию. И в том числе, наверное, и с учителями, и с педагогами, и с воспитателями велась работа, да? В обязательном порядке. И на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Все детские лагеря у нас были допущены к летнему отдыху, а грубых нарушений выявлено не было. Все отработали, так скажем, без нареканий, и летняя оздоровительная кампания показала, что работа эта организована была на высоком уровне. Кстати, Евгений Александрович, когда Вы проводите профилактическую работу, вот элементарные вещи, которые раньше говорили, которым нас еще учили, что не надо баловаться спичками, то же самое. Говорите сейчас про это или это уже не актуально? В обязательном порядке, и не только спичками, у нас очень много источников повышенной опасности. Это и в том числе и зажигалки, и фаеры, и пиротехника. В обязательном порядке мы детям внушаем эти требования, прививаем пожаробезопасный образ жизни, вот с самого маленького возраста. А с родителями ведется какая-то работа? Работа также проводится, конечно же, и с родителями. Мы участвуем в огромном количестве родительских собраний. Нас приглашают директора школ, заведующие детских муниципальных образований, дошкольных. Наши специалисты во всей области активно принимают это участие и доводят информацию, говорят, внушают, в том числе и родителям, как правильно себя вести в той или иной ситуации. Это уже накануне, накануне сезона, да? Потому что ведь если ребенок не в лагере, то может быть он в деревне у бабушки или на даче, или где-то проводит время свое, а там везде тоже опасность. Конечно, так, в принципе, работа и организована. Кстати, вот этим летом, ну как обычно, в летнее время у нас проходили общее областные, общероссийские даже мероприятия. У нас был День города и нашествие, да? Как, что можем сказать об этих мероприятиях? Вот, может быть, Сергей дополнит. Ну, вот правильно, как уже коллега мой сказал, нас в детских лагерях уже, кто не первый раз приезжает, детишки, они нас уже даже знают. А мы, говорят, вы в прошлом году к нам приезжали. Вот, ну, даже это приятно очень слышать, потому что, как бы, дети понимают, о чем речь идет. Ну, то есть мы, как бы, даже любое свое занятие с детишками начинаем вопросами, да? Например, не то, что там нужно делать, а мы спрашиваем, а как нужно себя вести, например, в водоема. То есть и детишки уже сами где-то слышали, где-то мы рассказывали, где-то родители, слава богу, учат тоже детей, как нужно себя вести в водоем. Ну, поэтому эта работа, она очень нужна и важна. Это во все времена были при любом, так сказать, государственном устрое в любой стране. Вот. Тем не менее, у нас произошли трагедии на водных объектах с детьми в этом году. Ну, двое детей у нас утонуло. Это дети, которые не находились в трагедии? Нет, конечно. Причем один случай был, прям чуть ли не на глазах у матери утонул ребенок. Купались они вот на реке тьма, матрас перевернулся, и она буквально даже не заметила, как это произошло. Но, тем не менее, уже ребенок утонул. Поэтому нужно быть всегда внимательным в любой момент времени. Еще вот в прошлом, в позапрошлом годах такие ситуации были с детьми. Например, игрался, как я уже раньше рассказывал, помните, наверное, с собакой. Приехали на речку, вроде река не представляет никакой опасности, она шириной всего 5-6 метров. Собака в воду забежала, ребенок за ней течением подхватил, и все, ребенка нет. Но здесь, Сереж, как-то профилактировать или просто следить за ребенком? Надо самим взрослым понимать, оценивать вообще характер водоема в первую очередь. Если вы постоянно на это место приезжаете, понимать, какое течение, какое дно. То есть, надо оценивать ситуацию. А зачастую бывает, что и родители находятся в состоянии опьянения, и дети сами себе предоставлены. А с маленькими детьми нельзя вообще к воде его одного допускать. Да, тем более, сколько случаев. Конечно, да. Заходите в воду с ребенком, держите за руку. Может быть, все что угодно, непредсказуемо. А больше всего становится непонятным, когда видишь, даже на прогулочной обыкновенной весельной лодке, родители вместе с детьми отдыхают на водоеме, и видишь, что ребенок не в жилете. Я говорю, а если вот упадет у вас ребенок за борт, что вы будете делать? Я его буду спасать. Я говорю, так вам надо себя, может, спасать будет, а не ребенка. У нас такой случай был в Осташкове, как мы помним, пять лет назад, когда мальчик убал за борт, отец пытался спасти, и оба утонули. Тем более, что это же первое правило, это вот как мы говорили про спички, да, первое правило, когда ты уходишь на воду, одевай спасательный жилет. Да, да. Вот мы обращали внимание, вот одни ехтсмены у нас, да, вот у нас популярные есть ехтклубы в городе, смотришь, одни как бы судоводители, четко, нормальные, дети в жилетах. Вы спрашиваете, почему вы детей в жилете, ну, как бы сразу? Он говорит, потому что правило элементарное, что за борт упал, то пропал. То есть кто-то понимает, а кто-то может на нас лодке посадить ребенка, и так хладнокровно, как будто ничего не может случиться, со мной никогда не произойдет. Но всегда все случается, и всегда все происходит, о чем нам говорят статистика и случай. Спасибо большое. Уважаемые друзья, мы вынуждены прерваться на небольшую рекламу, а потом продолжим наш разговор, не переключайтесь. Здравствуйте, уважаемые друзья, мы вновь в эфире. Сегодня у меня в гостях сотрудники МЧС. И вопрос к главному специалисту взрывотехнику отряда специальных взрывных работ, аварийно-спасательной службы Тверской области, Виктору Ивановичу Бондарчуку. С уходом, так сказать, теплого времени года, с уходом лета, принято подводить итоги. У вас, наверное, основной акцент все-таки приходится, это весна, лето, да? Работа взрывотехников. В принципе, масштаба да. Но я хочу, прежде чем обратиться к нашей работе, проанализировать, я хочу сказать, что территория Тверской области была зоной упорных боевых действий. Тяжелых на территории Тверской области в течение двух лет проходили ожесточенные бои. Тут порядка трех стратегических операций проходили, немецкие операции. И поэтому она довольно сильно засорена. Если брать с востока на запад районы, особенно это Зубцовский, Ржевский, Оленинский, Нелидовский, Бельский. Это именно те районы, куда больше чаще всего выезжаете? Больше всего выезжаем. А так боеприпасы находятся и в Старинском, и в Калининском районе, практически на всей территории области. Да и в Твери тоже находятся. И в Твери тоже. Ну, Хвастовская переправа у нас тут знаменитая. Да, знаменитая переправа, бои были очень тяжелые. Поэтому не только жители Тверской области обращаемся к жителям, которые приезжают. Много у нас дачников с Московской, с Ленинградской, приезжих, которые на много раз увеличатся население летом. Люди ходят за грибами, купаются в реках. И поэтому вот в этом году реки, где бы у нас обмелели, вышли боеприпасы. И поэтому я обращаю всем, что люди должны знать, что все эти боеприпасы, они опасны, невзирая на то, что они прошли уже 70 лет. Он еще может взорваться и унести чью-то жизнь. Они взрываются практически все. Все боеприпасы, которые находятся в целом в неразрушенном состоянии, они все взрывоопасны. Даже бывает, остается один взрыватель, маленький, и тоже он все равно опасен. Ведь были же случаи в нашей Тверской области, когда именно вроде бы подготовленные люди, да, попадали в такую ловушку. Да, много, особенно вот этих по Ржевскому району, много, вот мы встречаем людей, у которых там какие-то получили увечья в детстве. Многие там что, нету пальцев. Вот это тоже надо. Родители должны, кто выезжает с детьми на пикники, кто выезжает, многие на природу выезжают, жарят шашлыки. Они должны смотреть. Никогда не надо раскладывать костер на уже бывшем кострище, потому что никто не знает, бывали здесь случаи в Зубцовском районе, много лет назад, что пришли на старое кострище, расложили костер, жарят шашлык. А до этого были товарищи, которые с головой не дружат, там оказался снаряд. Положили туда, уезжали. Или патрончиков насыпали, да. И поэтому он сработал, там люди получили увечья. Поэтому обращаться ко всем, что нужно быть к этим предельно внимательным. Во всем. Потому что сейчас строительство идет, тоже выкапывают снаряды, авиабомбы. У нас вот был здесь случай, проводили нефтепровод в Балаговском районе, откопали авиабомбу тонну весом немецкую. Вот мы ездили ее уничтожать, авиабомба немецкая. На месте, там специальный полигон пришлось увозить или на месте не уничтожать? Нет, мы ее никуда не увозили, потому что возить ее опасно. Мы ее на месте прямо уничтожили. Там приехали, создали комиссию, приехали с района, но это уже порядка где-то 5 лет назад. А Виктор Иванович, ну вот вы рассказываете такие вещи, у вас же тоже важна очень профилактическая работа. И чтобы рассказать тем же самым родителям, как вести себя на природе, тем же самым школьникам, да? Да, у нас регулярно приходят, у нас есть учебный класс в аварийно-спасательной службе, регулярно приходят школьники. Наши сотрудники выезжают в пионерские, вот не в пионерские ходили. Ну это раньше так пионерские, а здоровительные. А здоровительные лагеря, мы проводим, показываем предметы какие-то, гранаты, снаряды, которые, что является опасным. И мы доводим, что нельзя их трогать, потому что зачастую вот думают, что есть маленький снаряд, что это типа, ну маленький он. Но они должны понимать, что не опасны все. Некоторые вот патроны тоже говорят, ну патрон, ну что он может сделать? А вы должны знать, что патрон, брошенный в огонь, видите, он сработает практически 100%. Траектория полета пули, она непредсказуема. Непредсказуема, то есть она может убить? Конечно. Поэтому надо быть к любому предмету, который вам покажется похожим на гранату, или что, что нужно его не трогать, не перемещать, а сообщить. Или в службу 112. Еще раз напоминаем, телефон 112, телефон спасения. Да, она, подходит информация к нам, и мы выезжаем, и уже на месте определяем, что-то такое, степень его опасности, и уничтожаем. Иной раз люди думают, ой, подумаешь, учебная, пусть лучше учебная, кажется. Они-то как определить могут, если это не специалисты? Ведь можно же, специалисты не различить порой, это учебная граната, или это настоящее? Ну во время войны учебные вряды боеприпасы были. Это если современные... Да если что-то современное покажется? Конечно. Ее, во-первых, внешнее, если нет на ней никакой маркировки, ты не определишь, учебный он или нет. Это уже нужно, чтобы приехали специалисты, чтобы посмотрели, учебный этот боеприпас или нет. А так просто сразу не определишь. Вот, кстати, Виктор Иванович, специалисты приезжают по вызовам, на любой выезд приезжаете, в зависимости от того, где вы сейчас находитесь, да? Может быть, вы работаете в Бельском районе, в том же самом, то есть вы не можете уже приехать в ту же дверь. Или есть кто-то, кто остается дежурный здесь? Нет, здесь у нас всегда, когда мы выезжаем, мы выезжаем в районы, здесь всегда остается один человек и одна машина, который на экстренные вызовы здесь все эти вопросы решает. И еще я хотела дополнить, вот вы сказали, что у вас есть учебный класс, у вас же великолепный музей, так же, как бы сказать. Ну, нет. Вот, я бы назвала это даже музеем, то, что вы нашли, история этих находок, да, и там же переплетается с историей нашего государства, с историей Великой Отечественной войны. Да, у нас, мы его, статуса музея у него нет, это просто учебный класс. Ну, это как я его назвала, потому что он очень похожий, очень интересный и познавательный, просто для тех, кто еще не был у вас, не ознакомился с собственной, как обеспечить собственную безопасность. И именно с экспонатами? Я знаю, что у нас систематически приезжают школьники с разных школ, все, и мы проводим занятия, все. И мы, когда проводим дни открытых дверей, вот у себя на базе государственной инспекции, мы в обязательном порядке, с нами коллеги наши с аварийно-спасательной службы приезжают, как и водолазная группа, так и группа взрывотехников. Все, как-то переплетено. Да, чтобы ребята посмотрели, им интересно, им рассказывают, как бы, и все случаи, и показывают приборы, какими пользуются. Ну, вот, Сереж, как сказал Виктор Иванович, что даже вот на дне той же реки, да, это что-то, с водоема, она водеза вылезает с времен войны. А у нас сейчас, знаете, какая идет мода, вот обращали внимание, даже ребята плавают на простой лодке, сейчас берут очень мощные магниты и собирают металлорусы. Да, сейчас такое пошло. Да, это очень модное сейчас такое направление. Вот мы наблюдаем такие вещи, особенно под мостами любят искать, потому что, ну, как правило, с моста что-то сбрасывают. Или что-то у кого-то упало. Ну, да, и поэтому собирают металлолом со дна и могут поднять все, что угодно. Так кто же, гранату могут поднять, или патроны? Так мы уже выезжали на Тверце, в Затверечье, тоже специалисты ходят с магнитом, поднимают металлолом, они поднимают и мины, и гранаты. Уважаемые друзья, насколько это законно? Это как-то за это отнесет кто-то ответственность? Ну, это же не запрещено. Ну, это не запрещено. А все, что не запрещено, то разрешено. Ну, да, но если вы нашли где-то, ну, ничей предмет, там, железный какой-то, все равно цель какая? Сдать металлолом, это же не кража. Ну, да, но с миноискателями же ходят те же самые... А миноискатели запрещены сейчас, а не официальные. Миноискателей нет, да? Запрещены. Запрещены. Конечно. Они этим занимаются, официальные поисковые отряды, которые официально зарегистрированы у нас здесь на территории Тверской области. Ну, это с миноискателями, у которых есть специальное разрешение, да? А это все уже самодеятельность. А это уже просто магниты? Магниты, да. Еще тут сложно сказать, мино это искатели или еще что-то. Он магнит опускает просто, и что прилипло, то его. Вернемся к пожарам. Я знаю, что та же самая профилактическая работа необходима, вот как мы уже наговорили, с родителями. И ведь были случаи, да, когда они прислушивались. Вот, кстати, не все, наверное, родители. Может быть, некоторые считают, что это само собой разумеющееся, да? Что лишний раз говорить? Хотя надо иной раз 50-100 раз повторить, прежде чем заложить ребенку в голову, да? Был случай гибели детей на пожаре, и опять же таки они остались одни. Да, к несчастью, произошел на территории Тверской области один случай. Один пожар с гибелью детей. Ну, вот буквально кратко я приведу небольшую статистику. За истекший период года у нас на территории области зафиксировано, зарегистрировано более 5000 пожаров. Да, сумма, цифра очень велика. Да, на пожарах погибло 113 человек, 66 травмированных. Это те граждане, которые получили ожоги различной степени тяжести. А причины-то какие? Ну, давайте остановимся на гибели детишек, которые произошли. Пожар произошел в Бежицке, в городе Бежицке. Два ребенка погибло. В ходе доследственной проверки, которую проводили наши дознаватели, установили и, исследуя все обстоятельства данного пожара, выстраивая цепочку всех событий, которые предшествовали его возникновению, было видно, что дети-то они всегда, в принципе, не виноваты в возникновении пожара. Основная составляющая – это оставление детей взрослыми на продолжительный период времени. То есть, дети остались предоставлены сами себе, в результате неосторожного обращения с огнем произошел пожар, который, к сожалению, унес жизни двух детей. Тут неосторожное обращение с огнем, а потом ведь может электричество, может короткое замыкание, что дети окажутся тоже невольниками ситуации. Конечно, оставляя детей одних, мы должны рассматривать все допустимые и недопустимые возможные ситуации. И, конечно, ни в коем случае просто детей одних, это недопустимо просто их оставлять. То есть, здесь нужно задуматься перед тем, как взрослые уходят из квартиры, оставляя детей одних, о тех последствиях, которые могут наступить. А потом мы здесь за этим же круглым столом говорили, обсуждали другую тему у нас, когда дети выпадают из окна. Вот эти решетки антикомариные, которые антимоскитные, когда очень было много случаев, вот именно в этом году тоже оставленный ребенок один. И, казалось бы, совсем маленький, а он ползет, он не понимает. Конечно, он не осознает той опасности, которая может возникнуть. Он даже не представляет, что за этим окном есть, правильно? Ну, наверное, родители будут отвечать в этой ситуации, они и так уже их жизнь наказала, детей уже не вернешь, да? Каким-то образом ответить за то, что они совершили? Ну, вот наша все-таки позиция такова, что мы часто обращаемся и через возможные средства массовой информации, и в печатных СМИ, и у вас, в том числе, на телевидении. Еще раз хотелось бы нацелить всех родителей, взрослых, да, это неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности. Это в любом случае не оставление детей без присмотра одних дома, либо поручение за детьми в период своего отсутствия каким-либо взрослым, может быть соседям, да, может быть знакомым. Ну, то есть присмотр за детьми должен быть постоянно и в любое время, то есть дети сами себе не должны быть оставлены. Это огромный риск возникновения нештатной ситуации, это огромный риск, и, как мы видим, он зачастую оправдывается. А потом, о какой бы развитии цивилизации мы ни говорили, когда ты смотришь, что бушуют пожары, а пожары бушуют кругом, да, это вот как природная стихия, она есть, вот эта первобытная, так она и все, она способна ведь уничтожить абсолютно все. Ну, тут и надо исключать вот эти риски, даже если детей оставили одни, уберите лишний раз там зажигалки какие-то, спички, приборы нагревательные, еще что-то, что если ребенок там... Это может быть какие-то лекарственные препараты, все, что можно, да. Это нужно исключать все, минимизировать все эти последствия негативные, полностью исключать. Ну, это, наверное, даже меньше времени займет и, что называется, лучше не оставлять, как вы говорите. Чем это все убирать? Конечно. Это надо чуть ли не всю квартиру будет убрать. Конечно. Или закрыть ребенка в четырех стенах пустых абсолютно. Дети, они и устроены так, чтобы познавать мир, узнавать что-то новое. А то, что не разрешали взрослые в их присутствии, в их отсутствии им это будет разрешено и дозволено. Поэтому вот все эти негативные моменты, они и происходят в отсутствии взрослых. Мы сейчас это говорим, это касается не то, что мы уже подвели итоги лета, да, это касается вообще круглый год. Эти правила, которые должны всю жизнь сопровождать человека, да, независимо от того, лета это или зима, или другое время года, да. И сейчас, тем более в предзимье, да, когда и печки у нас, и отопительные приборы включаются, да. Но это новые риски, мы сейчас о них поговорим. Сереж, относительно изменений, я знаю, что у вас изменились штрафные санкции, да. За что наказывают людей, за что они несут ответственность, и как им теперь придется, с какой суммой придется распроститься, скажем так. Ну да, тут можно как сказать, ну все ужесточается. Ну это определенной целью, конечно, делается. Ну, в этом году, с 29 июля, вступили изменения в силу в Кодекс административных правонарушений в части увеличения ответственности за такие нарушения, как управление незарегистрированным в основном порядке плавосредством, это отсутствие водительского удостоверения, ну не самого водительского удостоверения, а право управления маломерным судом. То есть, человек без правосил. Да, то есть, именно вот на эти направлены. За сами нарушения, там, например, правил плавания, штрафы остались, в принципе, те же. Но вот за эти нарушения, они увеличены в разы. Так, например, до 29 июля управление плавосредством незарегистрированным в основном порядке сумма была от 2 до 3 тысяч рублей, сейчас она уже от 15 до 20 тысяч. То есть, в разы, да. Да. Ну, в связи с чем это делается? Мощные плавосредства, да, которые имеют мощность двигателя 300, 500 и более лошадиных сил, на них значительные налоги в нашем государстве установлены. И так же на гидроциклы. Например, средней мощности гидроцикл, ну, приличный, так можно сказать, если 250-300 лошадиных сил. Такая машина, на нее налог в год где-то получается от 70 до 80 тысяч. Никто платить, конечно, не хочет, поэтому их не регистрируют. Лучше заплатить раз-два штраф за лет, сколько раз тебя там могут остановить, чем платить такие налоги. Но ведь это же опасность, мы вам говорим, опять же, такие... Вот, поэтому, как бы, штрафы вот в этом плане увеличены. А если кто-то яхту большую не зарегистрировал, на которую налог может исчисляться сотнями... Нет, ну, есть деньги купить яхту. Да, поэтому здесь, как бы, соответственно, такие штрафы вводятся. Ну, и многие люди у нас не понимают, что плавсредство – это источник повышенной опасности. То есть, приехал куда-нибудь отдыхать, взял гидроцикл, прав нет, и поехал кататься. А еще и выпил к тому же. Да, вот, поэтому ответственность установлена. То есть, у нас не может быть, например, какого-то проката лодок или гидроциклов, если нет удостоверения. А зачастую так и бывает, что дают людям просто покататься. Но у нас есть такая услуга, да, как проката? У нас здесь нет такой услуги, но такие услуги возможны. Возможно. Да. Но вы следите за тем, чтобы такого не было, да? Поэтому, чтобы дать разрешение кому-то управлять, необходимо в первую очередь у него проверить, есть ли у него такие удостоверения. Ведь сколько случаев было, уважаемые друзья, мы помним, да, и на езды, да, и как-то и на плавца, и на детей. И в нашей регионе был факт такой, что у нас там на человека гидроциклист наехал. Поэтому мы сейчас очень, ну, как бы щепетильно к этому относимся. Но в большей степени мы все равно за безопасность, как бы, руки тянем. То есть, мы видим, человек, если не имеет жилета с собой водки, мы начинаем объяснять. Вы поймите, что это сейчас вроде вы на месте стоите, вроде вы рыбу ловите. Но вот через какое-то время вы можете начать движение, с какой вы скоростью поедете, какая волна может подняться, что может случиться. У нас, понимаете, элементарный момент может быть такой, даже поворот входит, да, плавсредство в какой-то. Ну, обрывается, например, штуртрос, ну, это от руля, который идет к двигателю. И все, и плавсредство становится неуправляемым, а его как закрутило, вот так вот. Человек вылетает из лодки, он может удариться или из гидроцикла падает. У него, например, не подключен страховочный шнур, который глушит двигатель. Лодка продолжает движение, вы оказываетесь посреди водоема без жилета, с травмой, не с травмой. Поэтому обязательно безопасность. Уважаемые друзья, мы очень рекомендуем прислушаться к советам специалистов. Виктор Иванович, Ваш отряд, специалисты Вашего отряда в этом году много выезжали по вызову? Ну, в этом году объездировано порядка 1620 предметов. 1620. По сравнению с предыдущими годами, это больше или меньше? Какая-то статистика введется? Да, мы эту статистику введем у нас в этом году, вернее, 1 января. Отряду в таком виде, как он существует, был создан 20 лет назад. Вот я у меня привез с собой статистику. Вот в этом году на данный момент порядка 1760 боеприпасов. А бывали самые большие, вот в 2013 году 9000. Вот за период с 2000 года до 2019 года 52 900. 52 тысячи. Смотрите, если 2013 год, это практически в два раза меньше, чем в этом году. Вот от чего зависит? Как? Это зависит от того, что бывает, попадается целый склад боеприпасов. Начинаешь, обнаружили какое-то количество, там может быть 5-6. Начинаем мы проверять местность, а там оказывается их не 5-6, а сотни. И человек, который, допустим, нашел, да, вот вам позвонил, он думал, что это один, один предмет за опасный. А здесь вообще по всей территории ходят? Да, мы людей предупреждаем, что обнаружили, не надо ничего копать, ничего. Мы приехали, мы потом своими приборами все определим. Тут еще такой вопрос, что не только боеприпасы в том виде, который мы понимаем, гранаты, патроны, снаряды, тут попадают еще бутылки с горючей смесью. Потому что, кто историю, вот читаем, мы книги, что наши солдаты применяли для поражения танков, применяли бутылки с горючей смесью. Они есть несколько видов. Есть бутылки, которые нужно было поджигать, они там со специальной зажигалкой. А есть, при которой при разбитии она воспламеняется. Она крайне опасна. Потому что нам попадались такие бутылки, что она об камень ударилась, вспыхнет, потушить ее очень-очень сложно. Если она попадет на человека, или что, потушить. Это она пролежала столько лет? Ее как-то распознать можно, что это бутылка с горючей смесью? Как правило, они закрыты пробкой. Самодельно любая, как говорится, непонятная, если ты не понимаешь такое, лучше его не трогать. Вот эти бутылки попадают... А так хочется, да? Да, да, у нас народ-то, конечно... Любопытный. У нас же, как говоришь, объявить народу, что там будет какое-то мероприятие опасное, чтобы они не приходили. Но наоборот, мы прийти. Наоборот, да. Прийти. Поэтому люди должны точно понимать, что вот эти все бутылки, которые находят, они тоже очень опасны. Здесь тоже были случаи на территории Тверской области, что их находили, приносили домой, пытались разобраться, что-то такое. А она бывает, ее только ударил, она взаимодействует с атмосферой. Моментально вспыхивает. И потушить ее очень-очень сложно. Мы как-то проводили даже эксперимент, пытались ее потушить землей, очень сложно потушить. Поэтому еще раз предупреждаю всех, кто вот приезжий, кто здесь на территории, что крайне опасны эти бутылки зажигательной смеси. Их нельзя не трогать, не кантовать, ничего. И тем более мы говорим, что опасность может поджидать везде, не только в лесу, но и в городе, и во время каких-то земляных работ. Где вот и в реке? И в реке. Здесь же вот пять лет назад мы с реки Волга в Оржеве подняли более пяти тонн снарядов 152-го калибра вместе с нашими водолазами. Мы их вывозили на специальную площадку и уничтожали. А сейчас бывает, сейчас же много людей, которые покупают себе акваланги, ныряют, подводная охота. Это сейчас очень тоже распространено. Тем более в последние годы реки, бывают реки, мелеют. Эти боеприпасы оказываются на берегу, тоже находят, видят, которые акваланги сныряют. Их тоже что, увидели, надо сообщить, никуда их не трогать, ничего не вытаскивать на берег, не разбираться, а сообщить. И мы приедем, потом разберемся. Всего лишь навсего звонок сделать? Да. Связь сутовая работает? Чтобы не создавать проблем себе, родным, близким. Потому что это такое дело, что если ты что-то сделал с боеприпасом, обратную пленку уже открутить нельзя. Это как говорили, что сапер сшибается один раз. Да, потому что тут, так же как мы взрываем, кнопку нажимаешь, вернуть назад, это уже невозможно. Евгений Александрович, несколько слов о законе, который вступил совсем недавно. Запрет курения на балконах. Насколько это актуально? Насколько вы считаете, этот закон необходим? И есть ли у нас в области случаи, когда уже применялось наказание к людям, которые нарушали этот закон? Да, но у нас с постановлением правительства в сентябре текущего года, постановление правительства это 1216, а 20 сентября 2019 года, этим постановлением внесены изменения в правила противопожарного режима в Российской Федерации. Данные изменения коснулись запрета на применение открытого огня на балконах жилых домов, на балконах общежитий, лоджиях и, в принципе, в номерах гостиниц. Вот этот запрет применения открытого огня коснулся именно вот той категории, про которую я сейчас отметил. Прежде всего, данные поправки, они в первую очередь направлены на, так скажем, повышение гражданской ответственности нашего населения и повышение уровня пожаробезопасного образа жизни. В первую очередь. Значит, данные изменения коснулись именно запрета на применение открытого огня. Вы меня спрашивали, вот, кстати, перед эфиром, неужели есть такие люди, которые могут развести, допустим, тот же костер на балконе и сделать шашлык? К сожалению, есть. Если мы посмотрим любой интернет-ресурс, вы найдете очень много примеров, как люди отдыхают и разводят и костры на балконах и лоджиях, и устраивают... Даже мангалы делают специальные. Мангалы специальные делают, да, именно для балконов, которые вот прям в полбалкона и там... Да, на природу ехать времени нет или не хочется, а здесь мясо-то как будто бы на природе сделано. Да, готовят пищу и действительно применяют открытый огонь. Это и жаровни, и мангалы, и какие-то либо другие источники с открытым огнем. На территории нашей области, мы посмотрели статистику, зарегистрировано пять случаев пожаров, которые произошли непосредственно от курения. То есть граждане на верхних этажах, да, выходя на балкон, так скажем, ну это касается в наибольшем случаях это курильщики, да, либо бросая незатушенный округ, либо спичку непотушенную, да, которой прикуривали сигарету, выкидывают ее за балкон, ветром данные предметы задувают на ниже стоящие расположенные балконы и лоджии, да, ну а мы сами понимаем, что у нас у каждого практически на балконах и на лоджиях складируются какие-то предметы. Как правило, это горючие предметы, может быть одежда там, у кого-то сохнет, висит. Ну у кого-то, возможно, лыжи, деревяшки какие-то, все, что безопасно. Да, и происходит непосредственно возгорание. Таких случаев у нас пять, вот у нас в Твери произошел два случая, в Олочке, в Торжке, в Осташкове, в городе Осташкове такие случаи происходили. На самом деле таких случаев по России очень много. То есть не случайно. Да, и эти поправки были внесены не случайно. И эти случаи, к сожалению, даже сопряжены с жертвами, да, которые происходят из-за этих пожаров. Мы телевизор смотрим эти случаи там в последнее время, и с введением этого закона они освещаются и показываются те пожары, которые происходят на балконах и лоджиях. А тем более, если это многоэтажка, да, это же все чревато, да, как людям спасаться? На самом деле данные изменения в правилах, они нацелены только на применение открытого огня. То есть прямого запрета на курение, как такового, они не несут. Но нужно понимать, что выкидывая из балкона непотушенный окурок, либо спичку, либо какие-то другие предметы открытого огня, наступает гражданская ответственность, наступает в том числе и уголовная ответственность. Да, это в зависимости от того ущерба, который будет причинен жильцам этого дома. Ну, я надеюсь, что, опять же-таки, наши телезрители и радиослушатели прислушаются к советам. Сергей, риск нынешней осени тот же самый, допустим, те же самые рыбаки, на что внимание обратить? Вот в ближайший месяц-полтора, пока еще не встал лед? Ну, уже вода холодная, тем не менее, у нас как бы все равно люди еще используют плавсредства, рыба клюет активно, там хищник может сейчас клевать. Но нужно понимать, что уже прохладно, одежда, соответственно, другую на себя люди одевают. И риск оказаться за бортом намного больше, тяжелее выплыть будет, например, забраться обратно на плавсредство, намного увеличивается. Поэтому необходимо, ну, понимать это и брать в расчет. Потому что некоторые даже еще и браконьерят, сетки ставят, бывает, запутался, за мотор намотал сетку. Уже совершенно другие подходы должны быть у людей. Понимать, что если ты все-таки запутаешься в этой сетке, ты вместе с сеткой уйдешь на дно. Тем более трагические случаи. Такие у нас, такие были примеры, достаточные. Потому что уже и в сапогах, и в заколенниках люди, если ты начинаешь тонуть, уже совершенно быстрее намного все это происходит, и выбраться тяжело. Это же мы не говорим еще о зимнем периоде. Вот, поэтому нужно понимать, как себя вести на воде. И все меры безопасности, как я уже говорил, предпринимать в обязательном порядке, это спасательные жилеты. Вот, скорость движения, учитывать характер водоема, погодные условия. Все это нужно, особенно если у нас выезжают люди на большие открытые водоемы, как Рыбинское водохранилище, например. Там, если уже ветер 5-6 метров в секунду, это уже почти волна может до метра доходить. Да, поэтому надо это понимать. Но ведь то, что вы говорите, люди, которые приобретают лодки, прежде чем получить те же самые права, это же основа основ, этому наверняка учат. Да, ну как бы и... Но забывают. Забывают, да. Еще у нас какие нововведения, я вот еще хочу рассказать. Именно по налогам у нас еще до 2020 года у нас плавсредства, которые не имеют двигателя и мощность двигателя, которые не превышают 10 лошадиных сил, они не подлежат регистрации. И до 5 лошадиных сил не являются объектом налогообложения. Но с 2020 года, с 1 января, вступает сила изменения в налоговый кодекс, который исключает вот эти вот моменты. И все плавсредства считаются налогом объекта обложения. То есть, в соответствии, например, с транспортным законом в Тверской области, 75-м с нашим, который, ну, на все ставки, там, и на транспортные средства, и на плавсредства устанавливают. У нас, например, грибные, да, лодки, они тоже, ну, подлежат налогообложению. А байдарки и катамараны? Байдарки не являются у нас маломерными словами. Не является. И катамаран, который туристический тоже навязан. Ну, вот грибные лодки, да, они уже подпадают под эту категорию, и налог с них 200 рублей. Ну, и также с 5-сильного мотора, который на лодке установлен, у нас по 10 рублей за каждую силу необходимо будет внести в пользу государства. Однако эти плавсредства не подлежат государственной регистрации. Поэтому у кого, ну, по старинке еще их раньше регистрировали, если они на учете состоят в ГИМСе, есть возможность их снять с регистрационного учета. То есть нет здесь каких-то документов специальных, нетребуемых. Просто приходит гражданин, предъявляет паспорт, судовой билет, что на его имя зарегистрировано, и мы по заявлению снимаем с регистрационного учета. Где эти правила можно прочитать, что, где народу обратить внимание, на что? На сайте на вашем? Да. И на сайте есть, и мы как бы всем сейчас доводим через средства массовой информации, что государственной регистрации подлежат суда, мощность двигателя, у которых больше 8 киловатт. То есть это чуть больше 10 лошадиных сил. И масса судна, не грузоподъемность, некоторые путают. Ну, например, подлежит там любая надувная лодка, да, она вот у меня большая, да, она может там 300 килограмм, там 500 перевозить. Нет. Подразумевается именно масса самого судна. То есть если судно весит больше 200 килограмм, оно подлежит регистрации в государственной инспекции в наших маломерных судах. Важная информация, спасибо. Виктор Иванович, ваши пожелания, у нас, к сожалению, время эфира подходит к концу. Несколько слов о специалистах вашего отряда. И ваши пожелания еще раз основные. И опять же таки, где можно людям, школьникам, родителям, просто жителям города познакомиться с вашей работой? Ну, познакомиться с нашей работой, это можно только вот у вас на передаче, и кто попадает к нам, приходит в аварийно-спасательную службу. Что касается специалистов отряда, у нас так получилось, что в отряде у нас четверо специалистов. Один у нас уволился, мы все бывшие военные, военнослужащие, офицеры. Все прошли по службе, знаем, у кого-то профессия, с лейтенанта заканчивали училище. То есть то, что вы делаете, вы это делаете профессионально и очень-очень много лет. Да, и очень-очень давно. А познакомиться, еще раз говорю, можно только приезжать к нам на экскурсию, так что мы не проводим таких мероприятий, а на различные мероприятия, которые проводятся в городе, тоже выезжают систематически наши постоянно сотрудники, показываем нашу технику, наши возможности, все боеприпасы различные, которые представляют опасность. А обращаться к всем, это еще раз говорю, что все вот эти предметы должны понимать, все они опасны, и вернуть назад любое свое действие к ним уже невозможно. Виктор Иванович, хочу еще дополнить, вас познакомиться с вами можно, допустим, если, опять же таки, нашли, позвонили 112, да? Вот вы приехали, вот и познакомились. Да, вот и мы дружу. Со специалистами, которые могут это делать. И несколько слов, Евгений Александрович, относительно еще вашего пожароопасного периода. Он всегда, можно сказать, да, предзимье. Чем оно опасно сейчас и ваше предупреждение жителей региона? Ну, в преддвериях наступления холодов у нас новый сезонный риск, так скажем. Это похолодание, да, которое у нас грядет. Здесь у нас основные моменты связаны с отопительным, с наступлением отопительного сезона. 27 сентября у нас в Главном управлении МЧС России по Тверской области прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности субъекта. Присутствовали все руководители Министерства ведомства, рассмотрены вопросы безопасного прохождения отопительного сезона, вопросы, связанные с обеспечением безопасности в семьях многодетных, рассмотрены вопросы безопасности с эксплуатацией печного отопления. Всем руководителям Министерства ведомств поставлены задачи, сроки определены исполнения. Но что хочется сказать, посоветовать гражданам, которые непосредственно эксплуатируют печное отопление. Но это в первую очередь неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности, не пренебрегать правилами пожарной безопасности. При малейшем возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации ни в коем случае не нужно это скрывать, пытаться самостоятельно потушить пожар. В любом случае нужно вызвать пожарную охрану, это телефон 112, телефон 101, либо стационарный 01. По этим телефонам мы работаем. И большая просьба ко всем слушателям вашей радиостанции. При выявлении фактов нарушения требований пожарной безопасности, это может быть и какие-либо неисправности и в многоквартирных жилых домах. Может быть кто-то при эксплуатации домов увидел неисправные какие-то датчики дымовые, то есть когда пожарная сигнализация, которая эксплуатируется в многоквартирных домах. Может быть нарушение требований к противопожарному водопроводу. Может быть нарушение к путям эвакуации. Незамедлительно сообщить по телефону горячей линии, это 39 99 99. Всю информацию мы обязательно зафиксируем, и будут предприняты меры, направленные на устранение тех нарушений, которые непосредственно выявлены. Спасибо огромное, уважаемые друзья. Очень важные советы вы дали сегодня. Я надеюсь, что к этим советам жители нашего региона и гости прислушаются. Безопасного вам предземья. До встречи в следующей программе. До свидания. До свидания. До свидания.